Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы с вами разговариваем о процессах брожения вина, но в контексте ваших вопросов. И видео будет построено таким образом. Я собрала наиболее часто встречающиеся ваши вопросы. Их немного на самом деле, они все однотипные. И вначале я кратенько дам на них ответы, а потом постараюсь точно так же кратенько и тезисно все-таки рассказать о процессе брожения. И надеюсь, что после этого видео у вас уже вопросов возникать не будет. Итак, вопрос первый. У меня вино бродит только 5-7-10 дней. Я потом измеряю сахар, у меня уже сахара нет. А нормально ли это, что вино так быстро отбродило? Сюда же вопрос другой. У меня вино уже бродит 1,5-2 месяца, брожение никак не заканчивается. Нормально ли это? Да, это нормально. Вино может бродить очень разное количество времени в зависимости от температуры окружающей среды, химического состава сусла, pH-фактора, сахаров, которые там содержатся, и ваше вмешательство. Если вы пытаетесь с ним что-то делать, то тоже вы можете либо ускорять этот процесс, либо замедлять. Сюда же относится вопрос. А почему у вас вино бродит так долго? А у меня вот оно там отбраживает стандартно за 2 недели. Тоже, во-первых, вино бродит разные сроки в зависимости от. Раз, два, три, четыре. Ну а дальше мы еще поговорим, когда я буду описывать сами процессы. Следующий вопрос. У меня брожение остановилось. Что мне делать? Проверить сахар. Потому что если сахара там нет, то и бродить, в общем-то, больше нечему. И такая остановка брожения абсолютно нормальная. Если у вас сахар проверить нечем, ну, конечно, можно попробовать проверить на вкус. Хотя бывает, что остаточные сахара, особенно если сусло немножко кисловато, вы можете не почувствовать. Но, по крайней мере, более-менее будете ориентироваться. То есть, если сусло сладкое, понятно, что есть какая-то проблема. Если сусло не сладкое, сусло кислое, то, скорее всего, что там все выбродило. Но не так дорого это стоит. Не так сложно купить эти приборы. Обзаведитесь приборами измерения сахара. Самый простой виномер сахаромер стоит совсем копейки и продается вообще сейчас повсеместно. Поэтому обзаведитесь этим прибором. Многие вопросы вы себя снимите. Ну, и сюда же, да, то есть мы проверяем сахар. И сюда же относится вопрос. Я пробую сусло сладкое, оно у меня не бродит. Как же так? Ну, подумайте, что вы сделали. Принцип вообще брожения я расскажу чуть позже. Но если вы насыпали слишком много сахара, то вино у вас такое бродить не будет. И это ваша ошибка. В общем-то, вы сами все, ну, не совсем испортили, да, но сами все остановили. Следующий вопрос. Перчатка была у меня надута, потом стала сдуваться. Затвор булькал-булькал, булькать перестал. Самое важное, что вы должны запомнить, перчатка не может стоять в бесконечном, и затвор булькать вечно тоже не может. Когда-нибудь этому моменту наступит конец. Сроки этому разные. Не всегда это свидетельствует об остановке брожения. Спиртовое брожение делится на две фазы. Бурное, когда перчатки бурно надуваются, такие большие становятся, могут даже улетать куда-нибудь далеко. Когда затворы булькают, иногда прям стреляют, как из автомата. Это бурное. А потом, когда у нас последние стадии брожения, когда остается мало сахаров, тогда брожение замедляется. И заметить его бывает сложновато. Есть, конечно, признаки, по которым это можно смотреть. Об этом чуть позже, но я хочу, чтобы вы понимали, что, во-первых, процесс не может идти бесконечно раз, а во-вторых, процесс замедляется. И тогда уже перчатки не особо надуваются, вы это не особо видите. И затворы, если они не по типу сообщающихся сосудов, а какие-то трубочки, они начинают булькать очень медленно. И вам бывает надо сидеть и ждать. Этот бульк может быть и 20 минут. Это нормально. Так и должно быть. Процесс не может идти бесконечно. Сюда же относится вопрос, а если у меня перчатка втянулась внутрь, либо затвор развернулся в обратную сторону. Что это, что с этим делать? У дрожжей есть два основных типа, скажем так, действия. Ну, там, конечно, все гораздо сложнее, но это брожение, которое идет с выделением углекислого газа, да, и дыхание, когда воздух поглощается. И когда у нас втягивается перчатка, то есть идет потребление газа. А в каких случаях это может быть? Первый случай, сахар закончился, бродить больше нечего, дрожжи переходят на другой цикл жизнедеятельности. Абсолютно нормально, все закончилось, можно снимать с осадкой и ставить вину на дальнейшие этапы. Как проверить? Ну, банально проверяем сахар. Если сахара нет, значит, все закономерно. Вариант номер два. Перепады температуры. Когда у нас последние вот эти сахара, которые и так сложно сбраживаются, а идут перепады температуры, как правило, это день-ночь. И такую картину мы можем замечать утром. Утром развернут затвор, он может даже хлюпать иногда, затягивать воздух. Всянута перчатка. Потом приходит солнышко, либо мы включаем отопление, особенно если у нас такие частные домики, где, например, отопление печное, либо нерегулярно включается отопление, и процесс начинает возобновляться. Перчатка может хотя бы не втягиваться, либо чуть-чуть подниматься. Затвор обратно разворачивается, может быть, даже какие-то там бульки. То есть это говорит о том, что брожение еще может идти. И что нам сделать в этом случае? Создать максимально комфортные условия. То есть чтобы вот этих самых перепадов не было. Ну, либо набраться терпения, просто не обращать на это внимания, ну и понимать, что рано или поздно, наверное, все добродит. Хотя дображивать будет сложно и тяжело. Последний вопрос. Это затвор стоит на месте, а при этом я вижу, что брожение идет. Что происходит? Ничего. Проверяйте герметичность затвора. То есть, скорее всего, что герметичность где-то нарушена, поэтому такое происходит. Ну, конечно, почему вы судите, что у вас брожение идет? В принципе, конечно, когда оно идет, это видно. Вот, смотрим, бутыль. У вас, видите, на поверхности вот такая пенка, она может быть гораздо меньше. Могут быть вот такие вот совсем единичные, вот как там маленькие островки. Это говорит о том, что брожение все же еще идет. То есть сейчас оно еще на нормальной стадии. Чем ближе оно к завершению, тем вот эти пенки становятся меньше, меньше, меньше. Ну, кстати, сразу скажу, вот эти штуки на бутыле внутри, пусть вас не пугают, это дрожжи. Если по поверхности вам не совсем понятно, все-таки идет брожение или нет, возьмите, отлейте чуть-чуть и попробуйте. Если брожение идет, то вы ощутите легкую газацию на языке, легкое покалывание вот этих пузырьков углекислого газа. Это говорит о том, что брожение идет, и волноваться вам не о чем. Ну, конечно, много раз я говорила вам о том, что затворы, такие трубочка куда-то опущенная, затворы, которые вот на горловину трехлитровых, ну, в принципе, стеклянных банок, такие крышки, они нескольких типов есть, они абсолютно не информативны. То есть, да, функцию затвора они выполняют, но вам мало о чем говорят. Поэтому не ориентируйтесь на их бульки. Булькать не может вечно, да, перчатки, кстати, относятся туда же. То есть, ориентируемся на само состояние. Пробуем, смотрим за поверхностью, и тогда понимаем, идут нам процессы, либо не идут. Теперь переходим ко второй части. Значит, брожение у нас, у вина бывает два вида. Спиртовое и яблочно-молочное. А яблочно-молочное брожение бывает не у всех вин, для белого его проводят не всегда, но для красного это обязательный процесс. Итак, разбираемся со спиртом. Напомню, две стадии. Бурная стадия и стадия медленная. Большая часть сахаров сбраживается бурно, с обильным выделением углекислого газа, с обильной пеной. Это то, что мы видим. Это там, где вздуваются перчатки, улетают, там, где булькаются затворы. Вторая стадия более медленная. И нам она может быть не видна. К вопросу, который я озвучивала вначале, от чего у вас бродит долго, а у меня бродит мало. И все, я вот решила, что, ну, у вас часто может быть в таком случае недоброт. Если вы сахар не измерили, остаточный, то, ну, скорее всего, может быть недоброт. Более того, между вот этими двумя стадиями может быть некоторый перерыв. Потому что, как правило, большинство сахаров сбраживает один тип дрожжей, а потом оставшиеся сбраживают другой тип дрожжей. Вот эти последние сахара. Чем изначально сахара больше в сусле, тем вот этих дрожжей, которые потом сбродят сахара, последние больше. Но наоборот, если изначально сахар маленький, то этих дрожжей будет мало. И вот здесь я, как всегда, передаю огромный привет тем, кто очень любит следовать рецептам, досыпать сахар. Поэтапно считать, что это правильно. Так дрожжам легче. Нет, так дрожжам не легче. Потому что первые уже остановились, а вторых мало. И вот тут вы сахара добавили, и даже первые, они уже, все, им слишком много всего, они уже работать не могут, вторые еще не завелись. Поэтому может быть перерыв между вот этой бурной стадией и медленной стадией. Особенно если в этот момент идет еще перепад температур. В наших условиях мы вина готовим осенью, осенью у нас приходит прохлада, приходит холода. И вот эта вторая часть, во-первых, она замедленная, мы ее можем не видеть, если мы не понимаем вообще, что происходит, если мы не проверяем, если мы используем не информативные затворы. Раз. А второе, стало холодно, все может остановиться, мы не смотрим, не проверяем, еще молодцы, уносим все в подвал. Ну, потом оно, кстати, возобновляется. А в какой момент? Разный. Когда ему захочется, тогда и возобновится. По опыту прошлого года, я одну бутыль ставила на дачу, ну, потому что у меня не получалось перевезти ее домой. Стало холодно, брожение остановилось, я привезла домой, ну, конечно же, сняла с осадка. Напоминаю, когда мы снимаем с осадка, мы уменьшаем количество дрожжей, там не только мертвые дрожжи, там и живые. Вот, и потом оно у меня забродило повторно в январе или феврале. То есть, ну, через несколько месяцев. И даже я, когда увидела там пенки на поверхности маленькие, такие, то, ну, еще темно в прихожей, я думала, вообще, это может плесень какая пошла. Нет, никакая не плесень. Это возобновилось спиртовое брожение и пошли пенки на поверхности. То есть, вот это вы должны иметь в виду. Что есть для стадий. Ведут они себя по-разному. Важно это понимать и не мешать. Не спешить тут же все снимать с осадков и относиться к подвалу. Снять с осадка можно, полную емкость здесь можно, а в подвал мы нести не спешим. Вообще, вот, введите с прибором измерения сахара, хотя бы простой. Виномер-сахаромер. Он, конечно, меряет только сахар. Спирт он не меряет. Уже об этом много раз говорили. Есть видео на канале, но остаточный сахар, хотя бы плюс-минус, он поверит, и вы будете понимать. Есть там еще что-то, либо нет там еще чего-то. Переходим к следующему. Яблочно-молочное брожение. Для чего нам оно вообще нужно? И что это такое? Почему оно нужно для красных вин? Яблочно-молочное брожение позволяет нам снизить кислотность. Ощутимую, неприятную, жгучую кислотность, которая есть в виноградных винах. В винограде содержится несколько типов кислот, но две основные из них – это винная кислота и это яблочная кислота. Особенно если у нас виноград не дозрел, яблочной кислоты будет много. С учетом того, что многие используют сырье как раз-таки не всегда с хорошо вызревшего винограда, то вина почему получается кислая? Потому что там много яблочной кислоты. Часть этой кислоты потребляют дрожжи, а часть потом потребляют молочно-кислые бактерии, перерабатывая более мягкую молочную кислоту. И вот этот процесс у нас может длиться несколько месяцев в зависимости от температуры окружающей среды. Оптимум – это 20 градусов. Затворы по типу крышечек, по типу шланжиков и перчатки его не фиксируют. Выделение углекислого газа там идет, но оно маленькое. А что может показать яблочное молочное брожение? Это затвор по типу сообщающихся сосудов. И как понять вообще, что оно идет, если вдруг вы измеряли паш своего сусла в начале, и потом меряете в процессе, если он стал повышаться, кислотность вина становится, активная кислотность меньше. Это говорит о том, что яблочное молочное брожение идет. То есть зафиксировать его сложновато, но оно может вам принести некоторые неприятные сюрпризы. Если вы слишком рано закрываете ваши вины герметично, в таком случае могут рваться крышки. Вот если брать стеклянную бутыль на 10-20 литров с закручивающейся пробкой, вот эти пробки, ну я сама испытала это на себе, когда пробка просто вот отрывается. Сидишь вечером, тут щелк, и все, пробка порвалась. То есть такое бывает. Ну, может, конечно, ничего страшного не случится, просто получите слегка газированный напиток, потому что углекислый газ свойственно ему растворяться в вине, растворяться в жидкости. Но такое бывает не всегда. В некоторых случаях давление может быть слишком большое, но, соответственно, начинают вырываться пробки. Поэтому, после того, как вам кажется, что уже все брожение закончилось, да, мы снимаем с осадка, да, мы наливаем емкость полностью, но я рекомендую либо подержать некоторое время под затвором, у меня бывает потом и месяца 2-3 стоит под затвором, либо если вы закрываете крышками, не герметично, никакие не закатки, ни в коем случае, в идеале это капроновые крышки, да, они не супер герметичные, но в нашем случае это хорошо. Если у нас стеклянные бутылии с закручивающейся пробкой, значит, просто иногда, там, не надо это делать каждый день, не надо это делать, там, раз в неделю, можно раз в недельки-две подойти и чуть-чуть эту крышку открутить. И послушать, выходит газ или нет. Это слышно. То есть не надо ее открывать, поднимать, там, лазить туда. Нет, если хотите, можно залезть. Ничего страшного за это время с вином не произойдет. Вот. Ну, можно просто чуть-чуть открыли и посмотрели. Идет в отделении, либо не идет. Иногда, кстати, интересно бывает, я в прошлом году тоже показывала, я бутылку открываю, а у меня такой белый дымок. То есть это тоже следы яблачного и молочного брожения, скопления вот этого газа. Имейте в виду, что оно есть, оно нам нужно, оно улучшает качество вина. Ну, вот опять же напомню, да, почему у вас так все долго, а у меня так все быстро. Просто вы не замечаете этих процессов, вы о них не знаете, более того, вы не особо хотите о них знать, поэтому вы выбираете все в прохладное место, но там уже некоторые процессы могут просто идти скрыты. Но это не значит, что брожение закончилось. То есть оно может идти. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще. Я вам оставлю ссылки на другие полезные видео. Я вам оставлю ссылку на каталог наших сортов и награды, и мои контакты. До новых встреч!